Дорогие земляки, прошу прощения, за истекшие сутки ситуация у нас немного изменилась. Из инфекционной больницы выписано 13 человек, 5 человек из которых были с подтвержденными на федеральном уровне коронавирусной инфекцией. Все они выписаны с выздоровлением. И 8 человек выписаны, которые находились под наблюдением у нас в инфекционной больнице, в связи с тем, что у некоторых из них коронавирус на федеральном уровне не подтвердился, некоторые выписаны также с выздоровлением. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится 40 человек, 28 из которых с подтвержденным диагнозом на нашей лаборатории коронавируса. И кроме этого, есть лица, которые находятся по контакту под наблюдением с признаками ОРВИ. На сегодняшний день один больной в реанимации на аппарате ЭВЛ. Состояние его остается крайне тяжелым. Лечение получают в полном объеме. Сейчас можно уже с уверенностью сказать, что у нас появились новые очаги, то есть заболевшие, не связанные опять-таки с нашим нулевым пациентом. Это гражданин, который также приехал с Москвы и поступил в инфекционное отделение. Сейчас все контакты отрабатываются, поэтому, уважаемые жители республики, каждый день, проезжая и проходя по городу, я, конечно, с негативом отмечаю, что режим самоизоляции соблюдается все меньше и меньше. Плотность потока транспорта возросла, как в те времена, когда не было карантина у нас на сегодняшний день. И кроме этого, большое количество людей, которые гуляют по улицам, как в средствах защиты, так и без средств защиты. Поэтому должен отметить, что в данной ситуации работа медицины, она становится все сложнее и сложнее. Поэтому все-таки, уважаемые друзья, я вас прошу соблюдать все необходимые меры предосторожности, особенно в местах массового скопления народа. В магазинах, на автостанциях, на остановках автобусных. При перемещении по городу соблюдайте социально-безопасную дистанцию. Если у вас нет возможности избегать тесных контактов по долгу работы, по долгу службы, то тогда обязательно средства индивидуальной защиты. Такие, как очки, можно даже солнцезащитные обычные, пришло время их носить. Маски и регулярная обработка рук. Это поможет вам избежать заражения. В целом же, ситуация пока остается контролируемой. Каких-то серьезных препятствий не видим. То, что нам удалось локализовать первичный очаг, мы выиграли, скажем так, более двух недель времени. За это время мы подготовили на базе наркологии, Центр респираторной поддержки пациентов на 36 коек. И я думаю, что там мы будем лечить все пневмонии, которые будут поступать к нам по мере заболевания. Там оснащение аппаратами ИВЛ, кислородом. Так что пульмонологическое отделение с целью недопущения занесения инфекции в республиканскую больницу, я думаю, мы, скорее всего, развернем там. Сегодня мы на штабе это будем еще решать дополнительно. Также мы подготовили и в районных больницах дополнительные инфекционные корпуса в отдельно стоящих зданиях. Поэтому приемы и наплывы пациентов мы готовы. Я хочу, чтобы все жители прекрасно понимали то, что на сегодняшний день мы еще не вышли на пик заболеваемости. И с этим коронавирусом нам придется бороться еще долго. Поэтому всем нужно настраиваться на длительную борьбу, всем нужно настраиваться на то, что в этих условиях нам придется находиться до того времени, пока не будет изобретена вакцина. Теперь готов ответить на вопросы. Сегодня эфир будет короче, чем обычно, потому что у меня в ближайшее время видеоселекторное совещание с Москвой. Когда прибыл человек и на каком транспорте? На сегодняшний день он поступил к нам только вчера. На сегодняшний день органы Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование. Как вы думаете, наш природный ультрафиолет поможет? Я очень надеюсь на это. И данные лабораторных исследований показывают, что да, вирус погибает при температуре выше 28 градусов и от ультрафиолета. Поэтому я думаю, что когда наступит теплая пора, она наступит в скором времени, мое у нас уже обычно жаркий месяц, то ситуация улучшится значительно. Снова вопрос по Лаганской больнице. Что насчет Лаганского главного врача? Насчет Лаганского главного врача? Мне отвечать пока сложно, потому что ту информацию, которую мы запрашиваем, она подтверждает, что в Лаганской районной больнице запас средств индивидуальной защиты персонала имеется. Я думаю, что если уж не на этой неделе, а на следующей неделе, в любом случае туда выйдет комиссия Минздрава и проверит все факты на месте, тогда будет принято решение. Как дела в районах? В районах пока ситуация остается спокойной, хотя в ряде районов имеются лица контактные, прибывшие из-за рубежа, либо контактные по заболевшим, которые прибыли в другие регионы. Ну, допустим, у нас есть факт по одному из районов, когда в самолете, который летел в Астрахани, находились жители Калмыкии, и один из пассажиров этого самолета впоследствии оказался заражен коронавирусом. Но эти лица взяты на карантин, поэтому находятся под наблюдением. Случаев заражения в районах у нас пока не выявлено. Когда можно будет сдать платный тест на коронавирус? Ну, на сегодняшний день, к сожалению, пока у меня нет контактов. Фирма, которая обещала зайти к нам на территорию, пока на контакты не выходила. Бесплатные тесты мы проводим всем, кто хоть как-то контактировал с очагами инфекции, либо с пациентами, которые были заражены. Эти лица обследуются бесплатно и стопроцентно в полном объеме. Сколько заболевших из 15-й пожарной части? В 15-й пожарной части у нас один контактный по коронавирусу. Ну, в смысле, у него подтвердился предварительный диагноз коронавируса. У всех остальных сотрудников пожарной части пока подтвержденных случаев коронавируса нет. Какой возраст у больного на ИВЛ? Ну, данная информация относится к персональным данным. Я ее оглашать не могу. Могу сказать, что этот пациент, ну, уже пожилого возраста и с огромным букетом крайне сложных и опасных сопутствующих заболеваний. Не могу сделать флюорографию. Что делать? С какой целью вы хотите сделать флюорографию? Если это вам необходимо для трудоустройства на работу, то вам нужно обратиться в поликлинику. И если возникают какие-то проблемы, там есть заместитель главного врача, главный врач. И я думаю, они оперативно решат эти вопросы. Если вы хотите просто так пройти флюорографию, то плановые виды обследования у нас закрыты на сегодняшний день. Когда будет работать МВД поликлиника? Вопрос не ко мне. Это ведомственная поликлиника, она к нам не относится. Подскажите, где сейчас можно получить справки от психиатра и нарколога? И вообще, возможно ли это? В нарко- и в психдиспансере они работают. Наркодиспансер перенесен на ипподромную 101. Почему так долго делают федеральные анализы? Сдавал 30 марта, видимо. Но ответа до сих пор нет. Ну, я не могу сказать за работу федеральных лабораторий. Они загружены сейчас со всего несколько лабораторий, работают на всю страну как экспертные референт-центры. И анализы рассылаются в порядке очередности либо значимости. Все положительные тесты обычно приходят в максимально короткий срок. Отрицательные результаты они направляют в плановом порядке согласно графикам. Ваше мнение, будет ли сокращен режим самоизоляции? Скажем так, я бы этого не хотел, но при соблюдении определенных условий на предприятии, если предприятие готово обеспечить, скажем так, максимальный режим дезинфекции и обеспечить всех сотрудников средствами индивидуальной защиты, я считаю, что это могло бы быть допустимо. Правда, что есть заболевшие в цаганомане? На сегодняшний день нет. Павел Ях, отвечу сейчас, Юрий Викторович сказал, что при наличии времени он готов с вами связаться. Почему в регионе со вторника практически все вышли на работу, исключая исключение школы и садики? А кто вышел на работу официально, пока ни одно предприятие, которое не входит в разряд жизнеобеспечивающих, не работает? В конце концов, кроме коронавируса, есть и другие болезни. За месяц можно и помереть. Экстренная служба системы здравоохранения Республики Калмыкия работает в полном объеме по всем видам заболеваемости. Есть ли заболевшие с числами отработников? У нас есть лица, которые подозрительны по коронавирусу, либо контактировали по долгу своей службы. Подтвержденных диагнозов среди медицинских работников на сегодняшний день нет. Предварительные у ляда сотрудников имеются. Как самочувствие у Адьяна? Адьяна-то кто? Нулевой. Ну, на сегодняшний день, я говорю, ситуация, которая касается персональных данных, имен, фамилий, дат рождения, мест проживания, я в прямом эфире не комментирую. Здравствуйте. Кто выходит в декретный отпуск сейчас? Как забрать больничный лист по беременности и родам в режиме самоизоляции? Свяжитесь с заведующей женской консультацией, вам доставят больничный лист. Его открывать можно удаленно сейчас, без проблем. Так, почему в инфекционной больнице у больных элементарно нет градусников один на всю палату, не выдают маски и так далее? Градусниками инфекционная больница обеспечена еще после обращения, которое было дня 4 назад, мы провели проверку их в достаточном количестве. А маски инфекционной больницы в инфекционной людям не выдают. Они уже и так болеют. Как быть с плановыми детскими прививками? Плановые прививки взрослых и детей, согласно календаря, прекращены, потому что иммунный статус на фоне пандемии у детей и взрослых сейчас напряжен и изменен. Любое внедрение вакцины, либо других иммунных препаратов в организм человека может спровоцировать вместо положительного эффекта, отрицательный. Они будут перенесены все по окончанию эпидемии. Выписанный пациент больше не является носителем, распространителем карида? Нет, не является. У него полное выздоровление и надеюсь, что полный иммунитет к данной инфекции. Юрий Викторович, мы движемся к пику эпидемии. Когда он начнется в республике? Я думаю, в мае начнется пик. И потом я надеюсь, что наша жара его быстро погасит, поможет погасить нам. Пока мы движемся до пику. И появление новых пациентов, появление новых случаев заболевания подтверждает и мой прогноз, и прогноз Воспотребнадзора, что конец апреля, начало мая, наверное, будет самым сложным для здравоохранения периодом. Хорошо, на сегодня все. Увидимся завтра. Спасибо большое.